Здравствуйте! По обе стороны Российско-Украинского фронта очень часто обсуждают армян, учитывая, что армяне были союзниками России, а сейчас начинают сближаться с Украиной. Так давайте послушаем, как же на самом деле относятся патриоты России и Украины к армянам. В частности, первым нашим героем будет русский патриот, который заговорит об армянском нацизме. Затем перейдемте с вами к Украинке, которая заговорит о армянском предательстве и об армянской лжи. Давайте послушаем, что же они говорят. Ведь это очень важно, когда противники, тем не менее, говорят о том, что их условный союзник на данный момент является, мягко говоря, не совсем союзником. Давайте послушаем. Не надо сочинять опять американцев и французов приплетать. Это влиятельные армяне шум подымают в США, а также во Франции. На самом деле мы знаем, что такие армяне. Что вы до сих пор не поняли? Армяне тоже хорошие нацисты. 80% их живет в других странах, а в Армении они никому жить не дают. В самой Армении там 98% живет армян. Они, если кто-то чужак приедет, они его там просто заклюют и забьют и выгонят. А живет там только то население, которое обслуживает их электростанции. Там немцы обслуживают эти электростанции, потому что у них самой темы не хватает. Вот обслуживающий персонал их страны. Что обслуживает? Вот там немцы, там русские, там эти грузины, тюрки там есть тоже. Они хорошие нацисты, эти армяне. А то я армян не знаю. Не надо сочинять. Они кипиш подымают. Геноцид в Нагорном Карабахе. Их там всех вырезать хотят. Никто их вырезать там не хочет. На самом деле. Это они кипиш подымают. Нигде никто про это даже не говорил, что их вырезать хотят. Когда Гитлер хотел кого-то вырезать, он написал книгу «Mein Kampf» еще до начала войны. Он же конкретно написал, кого он хочет убить и вырезать. Кто из этих азербайджанцев кого-то где-то писал, где-то там планы строил вырезать армян? Никто. Они сами просто ненавидят другие народы, почитая историю, как они вообще там оказались, на этом месте. Благодаря России. Вот. И какие пакости они делали в других странах. Они везде у власти сидят, везде залезли в телевидение, вон пропагандой занимаются в российской телевидении. Лапшу вешают на уши русским, дурачат русским. Вот смотри, основная масса в российском СМИ. Кто? Армяне. И больше всего орут, ой, геноцид. Никакого геноцида там нету. Никто их не притесняет. Они просто сами скандальный народ. Нацисты. Конкретные нацисты. Армяне. С ними невозможно ужиться. С ними никто не может ужиться. Вы на самом деле посмотрите. Просто в Википедию статистику, что там никто не живет. Никого не пускают. Они негостеприимные люди, сами по себе. И постоянно скандалятся всеми. Они скандальные. Они устроили этот скандал с азербайджанцами. И захватили их территорию они. Это и Путин подтверждает, и Горбачев, и международная организация ООН. Не признанная эта республика никем. Это азербайджанская территория. Так вот, продолжение. Вот этот комментарий. Так вот, слегавшись с Россией еще лет сто назад, даже больше, с 19 века, чтобы ослабить вообще тюрков на этих землях, и не только тюрков, а и азербайджанцев, и Кавказ, и все на свете, чтобы дать власть России в угоду своим выгодам, чтобы хапануть какие-то земли, вы просто подло убивали людей. На азербайджанской и турецкой, османской территории. Только об этом вы забыли рассказать. А сейчас какая происходит ситуация? Россия не может вмешаться в конфликт между Азербайджаном и Арменией, потому что она слабая. И что делают армяне? Что делают армяне даже по отношению к Украине? Сначала рассказывая, что Крым это, конечно же, блядь, Россия, да? И вообще Украина, ну о чем мы, о чем вы, мы за войну, да? И потом, когда Россия перестает быть выгодна, потому что она не может дать армянам сейчас то, что они хотят, что делают армяне? Они сразу, нет, 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 мы не с Россией, Россия нас играла все эти там сто с чем-то лет, мы марионеткой были. Да, вы были марионеткой у России, но марионеткой вы согласились быть добровольно, в угоду собственным выгодам. И вы думаете, что все слепые, и никто этого не видит. Вы подлый народ. Вот, есть такое выражение, когда армян родился, еврей плакал, потому что еврей умный, а армян, он гнилой и подлый, потому что, идя по переправе, вы меняете коней, и это у вас есть. Вы предаете того друга, с которым шли плечо о плеч. То же самое вы сделали с Азербайджаном, то же самое вы сделали в Иране, то же самое вы делали в Османской империи, потому что, когда вам перестает быть выгодно, вы становитесь на сторону врага и начинаете подло в спину колоть ножи. Вот это ваш армянский менталитет. А не потому что вам хочется иметь свою собственную свободу и землю, ее хочется иметь всем, а потому что то, как вы это делаете, как вы к этому приходите через подлость и убийство. Вместо того, чтобы сказать Азербайджану спасибо, друг, что ты меня понял, потому что, блядь, мы с тобой в 19 веке, и никто и не помнит и не знает, что там было в 4 веке, потому что архивы вы так и не открыли. И я сомневаюсь, что в этих архивах что-то есть. И сказать спасибо тебе, что ты по-братски со мной с землей поделился, вы, взяв эту землю, из-под тишка людей начали вырезать. Люди, которые жили там столетиями и даже не в курсе о том, что там когда-то, о боже мой, в 3 веке существовала какая-то Армения.